Мы находимся в Иерусалиме. Привет всем, кто меня слышит. Мы находимся в Иерусалиме, и сейчас мы спускаемся в древний город, город Давида, и посмотрим, что археологи нашли здесь последние десятилетия, нам расскажет коллега Михаил. Еще раз, с Иерусалимом все проблема. Мы бы ближе к тебе, потому что микрофон все было лучше слышно. Только повторить, что в конце концов большая часть археологов, которые работают на территории Израиля, особенно периоды первого храма эпохи Ханаана, или чуть позже, или чуть раньше, в конце концов заняты, даже если они не признаются одним вопросом, доказать, что библейский текст верен, или доказать, что он не верен, не отвечает исторической действительности. Теоретическая археология не должна доказывать, археология не занимается вопросами, правда или нет. Этим занимается философия. Но в конце концов скатывается все к этому. Естественно, в центре страны находится Иерусалим. Все самые важные истории, связанные с историей иудейского, израильского царства, произошли в Иерусалиме или вокруг него. Самая важная, наверное, историческая фигура из библейского мира, это, конечно же, Давид. Исторический, теологический и так далее. И Давид, который, как нам рассказывает библейский текст, захватил уже существовавший давным-давно библейский город, ханаанский город, и превратил его, превратил его, дал ему свое имя, город Давида. Вот. Иерусалим, город Давида, называется так же Евус. У него много имен в эту пору. И вопрос, что мы действительно можем найти с этих периодов. Скорее всего, мы не найдем уже мощи царя Давида, хотя этого тоже ищут уже давным-давно. Или как бы его личную печать, хотя кто знает. Вот. Но мы хотя бы пытаемся восстановить то, что немцы называют «дисенлебен», то есть восстановить ту реальную, ту жизнь, которая была в Иерусалиме в его эпоху. В Иерусалиме все сложно. Проблема в том, что это не настоящий тель, как выглядит библейский холм. То есть у него есть много-много слоев. Каждый раз город сгорал, он погибал в землетрясении, его разрушали враги. И обычно на востоке не селились рядом, а селились на том же месте. Просто засыпали все землей и песком, и сверху устроили следующий город. Поэтому каждый библейский город выглядит, как слоеный пирог. И в принципе археологи достаточно просто. Ты приходишь, разрезаешь его надвое, и смотришь, какие слои, как датируются, и какие находки там есть. С Иерусалимом все непросто. Вы видите, мы стоим, здесь все уже давным-давно раскопано, но вы видите Иерусалиму, как я уже сказал, больше 60 веков. Но тем не менее мы стоим почти что прямо над материком. Внизу это уже природная скала. Дело в том, что Иерусалим находится на достаточно крутых склонах и достаточно небольшого дождя, чтобы земля, камни начинали скатываться вниз, и слои просто исчезают. Поэтому здесь, видите, огромное количество стен, и они принадлежат здесь от самых древних эпох до, по нашим меркам, уже современным, римской или византийского периода. Например, вы видите, у угла этого массивного здания есть такая овальная лунка. Это первые следы присутствия человека в этом месте, над источником Гихон. Этой лунке примерно 6 тысяч лет. Вот эта? Вот та лунка, да. Здесь с другой стороны можно еще... Вот они остались, две или три. В данном случае, как можем это доказать, доказать я этого не могу, но только такие лунки использовались, видимо, чтобы перетирать зерно в муку. Примерно, да, в эпоху халькулита, медно-каменного века. Не раньше, но и не позже. Вот эта вот овальная форма, ее находят и в других местах, именно в халькулитических поселениях. Это, видимо, то, что у нас есть сегодня, самые древние следы самого первого присутствия человека в Иерусалиме. Задолго до того, еще раз, как здесь появились семитские племена, видимо, додолго до того, как он начал называться Иерусалимом. Мы не знаем, кто были эти люди, но это то, что есть. И с другой стороны, сверху, прямо на нем сидят стены гораздо больше, гораздо более позднего периода, римские или византийские, то есть гораздо-гораздо более поздние. Видите, прямо на ней сидит. Вот. Здесь очень серьезные проблемы с сохранностью слоев. Вот. Здесь все находится как бы одно на другом. И понять, действительно, о каких библейских преданиях мы можем говорить, как о реальных, а о каких нет, здесь очень-очень-очень сложно. Дальше. Поэтому нам придется спускаться сейчас все ниже и ниже, вот, для того, чтобы понять, что тут к чему. Единственное, вот стоит здесь смотреть. А вот это античная какая-то тема, да? Это не просто античная тема, это реплика Капители колонны, которую мы называем протоиолической. Извини, что я на тебя напираю, просто чтобы слышно было. Нет, нет, нет. Это, можно сказать, прадедушка знаменитого ионического ордера, который мы находим в греческих разных храмах. Вот тут я теперь немножко наеду. Но сегодня все больше и больше приходим к выводу, что ни римская, ни греческая культура не изобрели ничего. Все, собственно, даже Геродот, не Геродот, пардон, в диалогах Платона еще ему египетский жрец говорил, что, мол, вы дети малые, и все вы взяли у нас. Это действительно так. По крайней мере, абсолютное большинство всего того, что мы считаем римскими изобретениями, оно все было взято с Востока. Даже знаковые для западной культуры дорический ордер, ионический ордер. Ионический ордер с этими красивыми валютами, с прекрасными этими капителями. По крайней мере, скажем так, база ее была привезена с Востока. То есть мы встречаем подобного рода капители колонн у финикийцев, мы встречаем их на Кипре. А откуда идет этот образ, это вопрос на отдельную лекцию, и вокруг него есть много споров. Но в Иудее они встречаются уже как минимум, в смысле, не позднее IX века до нашей эры. То есть додолго до того, как появляются... И есть даже один пример модели здания с обломком такой колонны в X веке, то есть во времена более-менее библейского царя Давида. Вот, поэтому эта колонна, да, такие колонны, их находят почти везде, где есть административные здания иудейские, царские здания. Вот, и даже сегодня есть последние исследования, видимо, даже дорический ордер со всеми триглифами, метопами и так далее, все они были уже в использовании в X веке до нашей эры, то есть во времена Давида и Соломона, уже использовались не просто в Иудее, а, возможно, были частью конструктивных решений для постройки храма Соломона. И больше, не меньше. Если будет интересно, я потом покажу просто фотографии, откуда мы берем такое странное утверждение. Вот. Одна из проблем с археологами, это то, что когда ты приходишь на сайт, вот, видишь много-много разных камней, и археолог показывает, говорит, смотрите, видите этот ряд камней, здесь был дом. Все должны верить, что здесь был дом. И тогда он подходит и говорит, а вы видите, а здесь нет камней. Понятно, потому что здесь был дворец. Все стоят, смотрят, как бы, да. Одно из зданий, которые ищут здесь уже, есть было бесчисленное количество экспедиций, одно из самых знаковых и важных зданий, которые ищут археологи уже сто лет, это, конечно, дворец Давида. Нету, как бы, более интересного, важного. Это тот самый дворец, напомню, на крыше которого Давид, с крыши которого Давид увидел Батшеву или в русской традиции Версавию, которая мылась у себя на крыше в то время, как ее муж сражался у ворот вражеского города. Давид влюбился в нее, она ему понравилась. Естественно, нельзя было отказать царю, он с ней переспал, и в конце концов она от него заберменела. И в конце концов получилась такая некрасивая история, что в конце концов Давид убил Урию, как так звали ее мужа, для того, чтобы как-то решить проблему с неожиданной этой самой беременностью. И в конце концов Версавия стала его женой, первый сын у них погиб из-за того греха, который он допустил. А вот следующий, это был уже всем известный Соломон, Соломон Давидович. И тот дворец, с крыши которого Давид смотрел на Версавию, он, конечно же, волнует умы исследователей, теологов, просто паломников, просто людей. И последняя экспедиция, которая здесь работала, это археолог Эйлад Мазар из Еврейского университета, уже третье поколение археологов, скажем так. И она обнаружила здесь, вы видите, вот эти остатки стен. Прямо на стенах сидела башня гораздо более поздняя персидского периода, башню сняли и нашли здесь угол этого здания. По утверждению Эйлад, с которым, опять же, многие не согласны. Здесь нет ни одного камня, по которому было бы согласие хотя бы двух археологов, как их интерпретировать. Но она считает, что угол этого массивного здания, это не больше, опять же, мы находимся в самой высокой точке города Давида. То есть до того, Древний Иерусалим заканчивался как раз здесь. И в самой высокой точке всегда находится что? Цитадель или дворец? Обычно это одно и то же. Она видит массивное здание у северной стены города и объясняет его, как, возможно, тот самый дворец Давида. Еще раз, многие не согласны с этой точкой зрения. Но тут уже нужно углубляться, действительно, где какой пол прилегает к какой стене. Это уже лежит за пределами этого похода. Но хотя бы знать, что есть такой спор. Я не думаю, что в ближайшем будущем у нас действительно будет ответ на этот вопрос. Но еще раз, иногда нужно оторваться немножко только от камней и просто довериться библейскому тексту. Да, идти за ним. Сейчас примерно это сделаем. Сейчас еще немного людей, потому что относительно тихо. Сейчас погода распугалась. Погода плохая так? Ну, в Москве. В Москве. Мы продолжаем скустаться или сюда? Нет, нет, нет. Нам еще далеко не все. Так, еще раз для всех. Мы находимся в Иерусалиме и осматриваем остатки предполагаемого древнего города царя Давида. Скажем так, нет сомнений в том, что то, что мы видим, это развалины того Иерусалима, который фигурирует в Ветхом Завете. То есть, Иерусалима первого храма. Вот. Его самых древних. Это тот город, который Давид захватил у таинственных евусеев. Вот. Это тот город, где жили люди, которые построили храм Соломона. Вот. Это тот город, чьи жители слушали пророков гнева, Иеремию, Исаию и так далее. Вот. Это тот самый город. Вот, что вы видите здесь, это дома, по крайней мере, наиболее богатых людей, которые здесь жили. Вот. И на самом деле, если действительно, не вдаваясь в подробности, вот эта стена дворца Давида или нет, вот, понятно, что это была важная часть города, да, Иерусалима. И потому дома, которые находятся прямо у его подножия, явно принадлежали не самым бедным людям, где жили люди важного какого-то хорошего состояния и важного статуса. Вот. Мы как раз поспели в Дугру, это третий намаз. Угу. Как раз был. Да. Здесь как мы встанем. Итак, здесь вы видите несколько, в данном случае, то есть вы видите много-много камней. Вопрос, что эти камни нам рассказывают. во-первых, вы видите, есть такая стена, явно подпорная, то есть наклоненная стена, которая, собственно, она явно служила для того, чтобы подпирать здание, которое стояло сверху. То есть она сама по себе не является жилым зданием. Вот. И, возможно, на ней тоже стояли какие-то здания, да, но, в принципе, она служила для того, чтобы подпирать вот те массивные стены сверху. Угу. Поэтому вопрос, когда она была построена, есть десятки статей, опять же, никто не согласен ни с кем, но она, скорее всего, да, существовала в тот период, который мы называем периодом Давида и Соломона. Вот. А у подножия его, да, стояли дома, они были построены в разные периоды, но все они существовали в период первого храма. И, видимо, все они, или большинство, погибли окончательно в те дни, когда Навуходонос разжег храм, Иерусалим, и все остальное. Для нас, слушатели, это примерно какая? Это примерно 586 год, июль месяц. До нашей эры. До нашей эры, конечно, да, до нашей эры. Надо всех объяснять, не все понимают. Вот. Дома были достаточно сложной конструкцией. Вы видите, чуть левее остатки четыре платформы, которые сейчас поддерживают стальные, это все уже реконструкция. Вот. Четыре колонны, вокруг которых располагались жилые комнаты. Вернее, кладовые. С трех сторон окружали комнаты. Вот. И сверху, например, вы видите, у соседнего дома видны еще ступени. Вот. Ступени вели на второй этаж. Скорее всего, на первом этаже не жили. Там были кладовые, там работали. Вот. Наверху были жилые комнаты. Но, в принципе, большую часть жизни, как и сегодня, вот как раз деревня Силуан напротив, немалую часть жизни, тем более до изобретения кондиционера, проводили на крыше. Как раз вот эти вот мелочи, они бесценны. Нету никакого смысла спорить, сколько солдат погибло у стен Иерусалима, у ассирийцев и так далее. Да, это все политика, это все, как бы, да, могли наврать. Вот. Но вот эти мелочи, то, что немцы называются «зицын лебен», то есть повседневная жизнь, никто не придумывал. И как раз здесь Версавия, которая моется на крыше, это очень-очень жизненный момент. Вот. Внутри, особенно летом, может быть, и 60-70 градусов, внутри невозможно просто находиться в комнате. И все, и до сих пор курят кальян, сушат белье, как бы, прохлаждаются вечером, все это на крышах. Вот. Откуда мы знаем, что здесь жили очень-очень состоятельные люди? Вот. Это любимая тема всех гидов. посмотрите, стена прямо напротив нас, и чуть правее стены есть такая двухметровая шахта, и на дне шахты лежит квадратный камень с круглым отверстием. Да, вижу, вижу, да. Вот. Это и даже пятна вокруг как бы намекают на то, что это, что это? Что это? Это туалет? Это, да. Туалет, туалет, типа сортир. Я даже помню это выражение. Он, естественно, он был установлен на верхней части этой шахты, и как бы время от времени выгребали содержимое. Вот. Интересно, что содержимое не выгребли в конце использования. Подойди секундочку, подержи вот так телевизором. Сейчас фотографирую. Есть даже одна дама, она сделала докторскую на тему содержимого этой ямы. Вот. Интересно. Она делала и химический анализ какой-то? Я не считал полностью докторат, но она, я не знаю, какие методы, но она нашла там остатки глистов и червей, как бы, да. А об этом уже, что это значит, как бы, Это значит, что это были обеспеченные люди, у которых были удобства. Это, во-первых. Нет, вопрос, что значит, что у них были черви. Вот. Опять же, ее предположение было то, что, поскольку они кушали во время осады, и у них не было просто дерева, чтобы топить и чтобы греть мясо, и поэтому они заразились с паразитами. На самом деле, может быть, и другое объяснение, вот, то, что сырое мясо могут кушать только очень богатые люди. То есть, даже сегодня все деликатесы, всякие карпаччо, да, должно быть очень хорошего качества мяса. вот, всякие стеки тартар, и так далее. И, особенно в странах, опять же, как в тоже Эфиопии, Кытфо, это просто сырая рубленая баранина. Она очень, очень дорогое мясо. То есть, раньше вообще такое при императорском дворе их ее ели. И сейчас тоже мало где можно достать. Вот. И только богатые люди могли себе позволить такого качества мяса, сырое. И, соответственно, это была плата за хорошую жизнь. Да, просто. Вот. Но, в принципе, да, еще даже гораздо позже, во втором, третьем веке нашей эры, в раввинистических источниках есть такое обсуждение. Кто такой богатый человек? Тот, который может себе позволить туалет у себя дома. Вот. Здесь мы видим, это не самый... Это самое, да. Это не самый древний туалет, который есть, но один из самых древних. Из таких найдено унитаза три или четыре в Израиле до сих пор. И, собственно, насколько я помню, кроме как в Египте, это самые древние удобства, которые были найдены сегодня. Напомню, в Европе, которая любит гордиться своей культурой, туалеты настоящие появились где-то в 16-17 веке. Вот. А в Париже вообще прибаронный усманник как бы в 19-м. Так что здесь все-таки как было пораньше. Вот. Иногда туалеты могут нам давать потрясающий совершенно инсайт такой, да, в библейский рассказ. Совсем недавно почти такой же унитаз был найден в воротах второго по важности города после Иерусалима Лахиш. Причем интересно, он был найден в городских воротах, в которых был встроен два алтаря, у которых отбили ритуальные рога, замазали известию и сверху поставили унитаз. Но никогда им не пользовались. То есть, такой вот, опять же, как интерпретировать археологические данные. Иногда библейский текст, он может быть потрясающей помощью нам, потому что если мы вспомним книгу царств, как бы вся история первого храма, вся история иудеи, это попытки немногих царей бороться с языческим влиянием внешних стран и неблагодарных израильтян, которые как бы все время скатываются виды поклонничества. Или, что не менее важно, которые, то есть, да, есть определенный протокол. Любая религия это, прежде всего, протокол. Вот. И может быть самый-самый верующий человек, да, но если ты работаешь не по протоколу, то в лучшем случае будешь проклят. Вот. И многие израильтяне тоже, они не могут каждый день ходить в Иерусалим в храм. Это много дней пути. И они строят себе святилища в своих городах. идет, сейчас консультация, и она зависла. И один из таких, одно из таких святилищ было в городе Лахиш. Построили два, там, поставили жертвенники, вот, и приносили там жертвы, видимо, да, благодарственные всякие, когда приходили в город или выходили из него. и один из царей, скорее всего, языки, разрушил, то есть он разрушил все жертвенники, кроме Иерусалимского. Опять же, выясняется потом, что не все, но он, по крайней мере, пытался. Вот. И непонятно, что делал там туалет. И тогда мы вспоминаем о другой такой реформе, которая происходит чуть раньше при царе Иуе. И там написано очень-очень конкретно. И разрушил он жертвенники, жертвенники в воротах городских и поставил на них отхожие места до сего дня. Вот. Это одна из самых, это ритуальное сквернение. То есть, как бы, опять же, туда никто никогда не ходил, туда никто никогда не гадил, да. Достаточно было просто поставить унитаз, чтобы видели, то есть, нельзя было его потом уже восстановить, он уже осквернен, как бы, навеки. И это один из самых удивительных моментов, самых классных, да, когда ты видишь, как буквально библейский текст накладывается на археологические камни. Опять же, я сразу говорю, это далеко не всегда бывает. Иногда библейская реальность как минимум не подтверждается, иногда опровергается археологией, но иногда вот есть такие мелочи, да, детали, которые просто заставляют ожить, да, библейский рассказ, который мы видим, что это было непридуманно. Так, сейчас я спрошу, друзья, напишите, слышите ли вы меня сейчас? На всякий случай проверяю, потому что у меня тут может связь прорываться, у меня что-то не пишет. И здесь, среди прочих, были найдены остатки немногих на данный момент иудейских архивов, потому что все это замечательно, да, мы копаем и находим, но всегда хочется археологу найти прямое подтверждение, да, или прямую память, кстати, о тех временах, это надписи. К сожалению, еще раз, они встречаются относительно редки, редко, когда у нас нету таких огромных архивов, которые находят тогда в Сирии, в Месопотаме, вот, но иногда тоже бывают сюрпризы. С вами Александр Соколов, мы ведем трансляцию из Израиля, из Иерусалима, и сейчас мы находимся над самым большим археологическим раскопом в этом городе. Да, он действительно поражает воображение, все, что вы видите, здесь всего лишь-то навсего хотели построить подземную парковку, хотя в Иерусалиме ничего не бывает, просто так, вот, и то, что вы видите по уровню забора напротив вас, это была поверхность земли, то есть все, что вы видите ниже всего вот этого вот забора и вниз, это все было выкопано вручную, многое просеяно через сито, вот, и сейчас археологи работают все еще как над продолжением работ, так и над публикацией этого места, вот, здесь по разным предположениям, здесь была крепость, возможно, здесь была крепость, которая охраняла южные подступы к храмовой горе, вот, здесь, возможно, была вилла знаменитой Адиабены, вот, да, из рода Адиабов была такая королева, которая приняла иудаизм и приехала из Армении в Иерусалим, и, в принципе, археологические слои здесь опускаются вплоть до последних столетий периода первого храма, вот, но, как я уже сказал, здесь вы можете представить, увидеть, да, как ведутся работы, вот, это не совсем археолог, который в пробковом шлеме достает золотую вазу из могилы, а это много-много-много грязных людей, которые переносят тысячи и тысячи ведер и просеивают мегатонны земли для того, чтобы потом найти два-три артефакта, да, или составить наше представление о том, как в разные периоды жили люди, да. Да, друзья, вот что бывает, когда в Иерусалиме строят парковку. Да. Ну, довольно тепло, но так, не очень. То есть, по нашим меркам, по местным меркам, тут по зимнему. Да, свирепкует мороз. Мороз и солнце. Даже солнце нет. И даже я простудился. Я простудился, на самом деле, это такая климатизация. Кондиционер. Да, да. В доме, на самом деле, в квартире, довольно так, свежо. То есть, так климатизация такая. Как раз к отъезду отсюда я... Солнце. Температура градусов, ну, не знаю, восемнадцать. Меньше. Сейчас четырнадцать. Даже, может, четырнадцать. То есть, практически пурга. А как давно копают здесь, спрашивают? Больше десяти лет. И мы сейчас ныряем снова под землю. Сейчас мы идем под землю, связь может прерваться, но ненадолго, может, минуты на две. Уходим в туннель. Мы вылезли, мы сейчас прошли канализационным туннелем под Иерусалимом, и там связи не было. Сейчас мы вылезли вот отсюда, и мы находимся у основания храмовой горы. Сейчас, что тут перед нами? Мы стоим с вами, в принципе, да, мы стоим на улице времен Ирода. По ней все, о ком мы можем читать Иосифа Флаева в Новом Завете, можно с большой долей уверенности предположить, что по этой улице они все проходили. Это была улица, которая вела с юга на север, пересекала весь город. И если бы мы с вами поднимались от силаамского источника, который далеко, почти в километре на юге от НАТО, шли по этой улице, то справа от нас мы бы увидели угол храмовой горы, он возвышался над нами почти на 50 метров. Вот, как раз перед нами была одна из самых древних транспортных развязок в мире. Вы видите остатки арки, которые нависают над нами, это была часть такого виадука. То есть, это была огромная арка над нашими головами, вот, и где-то здесь находилась лестница, и те, кто хотел подняться в храм, он не мешал тем, кто проходит мимо. Мы поднялись, она, видимо, вот такой буквой Г, поднимались по ступеням направо и поднимались в храм, а остальные, кому не нужно, проходили по своим делам в другие части Иерусалима. Рядом же находились, посмотрите, восстановленные входы в магазинчики, в киоски, которые назывались знакомым русскому человеку словом таберной, это по-латински, это значит ларек, только в отличие от таверны, туда не заходили, это здесь можно было купить, там, я не знаю, хумус, шаверму, вот, и, естественно, сувениры. Всегда можно купить сувениры, это один из самых неиссякаемых источников дохода. Куда можно залезать? Можно, да? Да, конечно. Здесь же можно было купить, скорее всего, жертвенных животных, голубей или козлят каких-нибудь, для того, чтобы принести их тоже рядом в храме. А в храме был какой-то живодербесник, который есть, который есть. Это не живодербесник, это священник, это делали? Да. Мы находимся в Иерусалиме, еще раз. Старый город под ножей храмовой горы. Есть определенный ритуал. Вот, и были разные жертвы, искупительные, богатарственные, там, всякие. Вот, и мы здесь, если присмотреться, мы видим, опять же, вы видите, исковерканы, искажены, как бы, да, переломаны плиты мостовой, вот, причем непонятно, что могло произвести такой ущерб, да, потому что сами плиты, они по полметра толщиной. Это становится понятным, когда мы... Я, наверное, лучше с этой стороны микрофон здесь находится. это становится понятным, когда мы смотрим налево и видим завалы, которые здесь археологи разобрали, а там оставили. Это все камни из храмовой горы, то есть, то, что мы видим, это не здание самого храма, а подпорной стены, на которой стоял само здание. Вот, но это самое близкое к храму, что у нас осталось. И римлянам, римским солдатам был приказ не оставлять камня на камне от храмовой горы. Они все сносили. Они сносили, но в какой-то момент даже они сломались, потому что было... Даже то, что... Даже римская армия не могла сломать то, что построил Ирод. Все-таки у него были свои масштабы. И вы видите камни, которые солдаты столкнули. Это камни поменьше, я думаю, они по 8-9 тонн, то есть, это маленькие камни, которые солдаты сбросили сверху, и все-таки это огромная масса, и оно просто все проломило мостовые, и проникли, так сказать, в канализацию, которая находится под улицей. И разбили, да, всю эту площадь. И все-все умерло, как бы, да, на 2000 лет, пока уже в 70-е не пришли археологи. Здесь особо дает представление о том, что такое храмовая гора, и чего стоило ее построить. Посмотрите на угол горы. Вот, здесь очень хорошо видно самая слабая часть здания, это всегда угол. С угла она начинает разрушаться. И Ирод дал приказ построить вот так вот, как замковые вот такие камни, поэтому видно, посмотрите, уровень за уровнем, камни длинные и короткие. Это не короткие камни, а просто длинная часть находится с другой стороны стены. А вот это вот очень длинный камень. Да, да, да. Вы видите, каждый второй ряд, вот это вот, во-первых, вот это щель, которую вы видите, она гораздо более поздняя. Это уже арабы в восьмом веке ее вырезали, чтобы проложить там трубу, чтобы подать воду. Вот. Но вы видите, что каждый второй камень, почти каждый второй камень, он исключительной длины. Опять же, если я правильно помню, они весят 120, 150 или даже до более тонн каждый. Вот. И в данном случае это тоже отличный пример того, как есть разные библейские фразы, которые можно правильно понять, именно когда смотришь на местную архитектуру. Есть, если вы помните, достаточно известное изречение, камень, который забыли строители, я положу во главу угла. Вот. Иногда ее еще неправильно интерпретируют, как замковый арочный камень. На самом деле, именно вот это он и есть. Вот это вот камень, который лежит во главе угла. И вы вдруг понимаете, что это значит? Да, его как бы исключительность. Пойдем. Что он хотел? Из Нью-Йорка? На нас. Вот. Я говорю, старайтесь по-русски. И вот этот камень, это замечательный пример того, вы видите, что это угловой камень. Это замечательный пример того, как, еще раз, и как это удивительно, когда археологическое свидетельство накладывается на текст. Не только библейский, еще раз, один из важнейших, может быть, важнейший древний историк, который помогает нам помочь, помогает нам понять эпоху второго храма, то есть, 2000 лет назад, вот, был Иосиф Флавий. Иосиф Мататьяо, Иосиф Флавий, который был военачальником в израильской армии, был взят в плен, в конце концов, был отпущен и написал важнейшее из его произведений, это «Иудейские войны», где он описывает всю историю битвы израильтян с римлянами, среди прочего. И, среди прочих, он рассказывает в этой книге в иудейских древностях о жизни в иудее в ту пору, вот, и он рассказывает о том, как строят храм, да, и как он выглядел в глазах израильтян. Вот, из других источников также, да, известно, из арминистических источников, мы знаем, что на углу, то есть, если бы мы стояли сейчас под храмовой горой, мы бы увидели на самой вершине, там должен был стоять один из служек в храме, и каждый пятницу перед субботой он должен был трубить в шофар, это рог такой, да, или в трубу, чтобы возвещать о приходе субботы или праздников. Вот, и было известно, что он здесь должен был стоять, но когда в 70-е годы раскапывали этот участок, куда упали камни с вершины горы, вот, то был обнаружен камень, это сегодня реплика, оригинал находится в музее, вот, с надписью, кстати, обратите внимание, что надпись уже написана практически современным шрифтом, как сегодня можно увидеть в любом месте, а не тот, который мы видели в городе Давида. Здесь написано «Лебейт-Хаткия», и дальше обламывается надпись. «Бейт-Хаткия» на иврите, это значит, место, где трубят в рог. Вот, видишь, здесь какая ниша, то есть прямо рядом с углом здесь было как раз место, где стоял человек с горным, да, с трубой, и возвещал об этом. Такая маленькая деталь повседневной и ритуальной жизни, но очень трогает. Тут задали вопрос, а от канализации что осталось? Мы просто сейчас прошли как раз канализационным туннелем, который под этой стеной находится. Прямо под нами. Да, прямо под нами. Ну, просто там нету связи, поэтому я это на видео записал, мы потом выложим. Там осталась прекрасная вообще канализация, которая тянулась, я так понимаю, на многие километры. На сегодняшний день почти больше километра расчищено, и можно пройти, когда условия позволяют по нему, да, по Иерусалиму. пошли дальше. Пошли дальше. Мы сейчас, мы сейчас еще, ну еще минут 15. Хорошо. Мы сейчас тогда поднимемся в еврейский квартал, там быстро перекусим и все, что останется, наше. Да. в любом случае, это не здесь, нужно подняться туда. нет стабилизатора, поэтому я стараюсь идти вот так вот, потому что потом картинка трясется, вот можно посмотреть на... стены вы видите с той же с той же иродианской каемкой, но тем не менее стены уже не иродианские, ими пользовались по второму разу, как это часто бывает на Ближнем Востоке, и это часть комплекса дворцов династии Умая. Это уже 7-8 век, вот, это уже первая мусульманская династия в исламском мире, вот, которая единственная, которая, видимо, действительно намеревалась, если не перенести столицу в Иерусалим, своего государства, то, по крайней мере, построили здесь большой административный центр, и они построили здесь основание четырех больших таких дворцов, это одна из его стен, вот, из-за завалов Храмовой горы, вот, но, видимо, было, не видимо, было сильное землетрясение, и дворцы обрушились до того, как их вообще закончили строить, скорее всего, и, собственно, больше от них ничего не осталось, то есть с тех пор они так и лежали в Руиде. Это, конечно, не мало. А это вот этот относ, по которому входят? Нет, это на вход на Храмовую гору, это для нас, это для кофиров, да. Да, размеры вот этих блоков тоже очень внушительные. Это все вот от храма осталось, то, что осталось. и виден раствор, и виден раствор в щелях. это не иродианские камни, но не иродианская постройка, то есть их брали с завалов где-то там и по новой укладывали, да, поэтому здесь уже совершенно будет другой уровень. А какой это камень, спрашивают? Это все местный известняк, известняк. Он может варьироваться от мягкого относительно мела до очень крепкого доломита, вот, или что-то между ними. Но здесь есть много разных уровней крепости, камня. Мы выходим из парка, но в центре, через который мы выходим, там есть замечательные фрагменты разных архитектурных деталей, были найдены в районе храма. И еще раз, то, что мы видим сегодня, это тоже потрясает, но это только голые стены. Еще раз, храмовая гора, подпорная стена, она огромная. Мы все знают ее по фотографиям стены плача, но стена плача это только маленький фрагмент. То есть сама вся стена, которая просто обстроена домами со всех сторон, это 488 почти на 250 метров. То есть это огромная совершенно территория, это как целый квартал сам по себе. Так, тут явно тоже остатки. Это остатки самых разных периодов, вот, и немалая их часть, это, еще раз, это архитектурные детали от украшений иродианского храма. Сейчас я вам покажу. То есть когда вы поймете, что по всему храму наверху были здания массивные, то есть все это было украшено, тем малая доля, чего находится здесь, вот, то ты вдруг понимаешь тоже масштаб, сколько все было вложено, сколько это стоило. Вы видите, здесь несколько только деталей осталось. Вот это все резьба по камню, этим всем были украшены здания, стены, видимо, портики внутри горы. Вот здесь хорошо видно, вот, это, это же свастика. Это меандр, как бы, да, это, вот, свастика это один из самых распространенных элементов, вот, но, вот это вот чисто иродианские мотивы, и, представьте себе, теперь сотни метров такой резьбы, которые идут, да, по всему периметру, и более того, скорее всего, это все было раскрашено в очень яркие цвета. Это точно так же, как мы считаем, что греческие статуи были белые, на самом деле, они были раскрашены все в яркий, там, золото, в голубой цвет, там, в розовый и так далее. Вот, то же самое и здесь. А это настоящие элементы? Да, да, это настоящие элементы. Это настоящие элементы, да. Вот, и здесь мы выходим за пределы парка, да, и всего этого комплекса, и поднимаемся уже, собственно говоря, в новый старый город. Вот здесь, наверх, есть. но тут больше сейчас подъема мы сделали. Вот в Египте мы залезали на скалу над храмом Хатшипсут. Это было довольно тяжело. А что там? Просто посмотреть сверху на него. А, я понял. Представляешь. Весеные собаки, фемерские виды. Ну да. Это как известно, да. Что там такое? Должно быть, что я не помню. Там просто красиво очень. Да, да, да. Рассвет. То есть мы там в 5 утра туда пришли, залезли. А, он же, правильно, он же на западном берегу. Да, на западном. И там солнце встает. Там воздушные шары еще летают. А, и там тоже? Да. Мы на нем и прокатились. На шаре тоже острые ощущения. Особенно посадка. Сейчас фото сделаю. Это очень важный момент. Обратите внимание. Это котик. Где котик? Котик, да. Это самый важный элемент Иерусалюма. Ну, котики, они везде самые важные. Да. Котик. Вот это они все заходят строить здесь. Это уже кварталы старого города, они сегодня делятся традиционно на еврейский, армянский, христианский и христианский, но в зависимости от периодов все делилось по-другому. Вот это, например, Тестонская церковь. Здесь служили церковь Марии, конечно же. В XII веке выходцы из Германии, из Тевтонии, она достаточно в плачевном состоянии, но вы видите хорошо, как она была устроена с алтарем на восток. Таких церквей самых разных конфессий, народов есть великое множество. Спрашивают, где стена плача? Стена плача потом. Это как по пса. Да, но мы прошли мимо нее. Она вот там. Мы видели вот те камни, которые мы видели. Мы видели ее снизу, изнутри. Да, снизу ее продолжение. Мы пришли. Так, наверное, все. Здесь мы сейчас с вами расстанемся, друзья. Возможно, чуть позже вернемся в Иерусалим. С вами был Александр Соколов. Из Иерусалима оставайтесь с нами.